Сегодня было проведено заседание по борьбе с наркотиками, на котором обсуждалась текущая ситуация. Было отмечено, что эта проблема очень актуальна в мире, а также серьезна в Кыргызстане. В последние годы опасность увеличивается с ростом производства синтетических наркотиков и аптечных препаратов. Дмитрий начал употреблять наркотики в 19 лет. Он употреблял героин в течение 20 лет, а также он отметил, что долгое время боролся с наркозависимостью. Употреблять я начал в 90-х годах, мне тогда было 19 лет. То есть, если мы помним, что в 90-х годах у нас как раз начался всплеск завоза наркотиков в страну. То есть, практически бесплатно раздавались наркотики. Лет через 5-6, когда я попал в места заключения свободы, то есть, да, мне поставили диагноз ВИЧ-статус, туберкулез. Если вы столкнулись, молодое поколение, с этой проблемой и не знаете, как решить, обращайтесь к близким, к родственникам. Я говорю, есть дружественная организация, НПО, где работают такие же люди, которые употребляли очень много лет наркотики, но вышли с этого. И они очень хорошо могут помочь. В настоящее время по всей стране официально зарегистрировано 6768 человек. Это количество людей, которые отказываются от наркотиков, восстанавливают свое здоровье и работают со специалистами. А тех, кто лечится анонимно, в стране в три раза больше. Работа непосредственно связана с борьбой с наркопреступностью. Вообще мы, как отдельный госорган, Министерство здравоохранения, входим в часть того государственного сектора, который занимается именно этой проблемой. Наша деятельность связана напрямую с первичной профилактикой, превентивными мероприятиями, которые проводятся на различных уровнях. От возможности изменения каких-то или донесения каких-то политических решений для лиц, уровня принимающих решения. В том числе и первичная профилактика универсальна непосредственно со самими школьниками, непосредственно с самой молодежью. Так как эта проблема сейчас, конечно, наиболее актуальна. Продажи синтетических наркотиков через интернет-магазины получило широкое распространение в Кыргызстане. Другими словами, потребитель не берет предмет из чьей-то руки. Они показывают известное место через соцсети и переводят деньги на электронный кошелек. Отметим, с начала года выявлено 24 таких интернет-магазина и приняты соответствующие меры. Были поставлены определенные задачи по улучшению наркоситуации, где был выработан протокол, исполнение которого возложено было на все государственные органы. Мы будем рассматривать сегодня это исполнение. И, кроме того, мы будем вырабатывать решения с учетом складывающейся наркоситуации, где будем ставить определенные задачи перед государственными органами по их исполнению. За пять месяцев правоохранительными органами было возбуждено 579 уголовных дел, связанных с наркотиками, и 364 человека были привлечены к уголовной ответственности, а также шесть из них – подростки. В стране употребление наркотиков и его последствия стали угрозой на государственном уровне. В связи с этим акцент делается на разъяснительной работе среди молодежи. Соответствующие органы работают в усиленном порядке. Начиная с 2024 года нашей службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков проведено более 200 профилактических мероприятий, которые направлены на воспитание молодежи в свете здорового образа жизни. Так как наркотики – это зло, мы должны информировать население, родителей посредством проведения лекций в средних образовательных, высших образовательных учреждениях. Доводим информацию, чтобы наше подрастающее поколение было в позитиве, здорового образа жизни. Помощь общественности также важна. По мнению экспертов, совместными усилиями употребление и распространение наркотиков можно предотвратить и снизить.